Приятно, когда темные лошадки удивляют. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, и это ознакомительный обзор от лаборатории ION. Сегодня к нам на обзор попал Huawei Vision. Так что же стоит устройство с этим экзотическим названием? Начнем по порядку. Управляется этот аппарат операционной системой Android 2.3 с трехмерным интерфейсом SPB Shell 3D. Процессор здесь Qualcomm, его тактовая частота 1 ГГц и трехмерный ускоритель Adreno. Еще здесь 512 МБ оперативной памяти. Иными словами, с такими показателями ваш аппарат будет очень отзывчивым и уверенно справляться с 3D-играми. Обращу ваше внимание на дисплей. Здесь он 3,7 дюйма, разрешение 800 на 600, выполнен по технологии TFT, он стенсорный. Давайте рассмотрим интерфейс. Я думаю, вы сразу приметили рабочие столы, они привычные, но, как я уже говорил, здесь есть трехмерный интерфейс, и сейчас мы его запустим. Вот он. Таким образом теперь выглядят ваши рабочие столы. И для того, чтобы запустить тот или иной рабочий стол, нужно просто на него нажать. Несмотря на интересный дизайн интерфейса, управление такое же, как и на обычном Android. Ниспадающее окошко, которое вызывается очень просто. Ну и для того, чтобы зайти в меню приложения, достаточно нажать вот этот значок. Меню приложений тоже оформлено достаточно оригинально. Если обратите внимание, то увидите, что ряды приложений загибаются за края дисплея. Это немножко непривычно, но красиво. Из приложений вы найдете стандартный набор гугловских программ для просмотра видео, отправки почты, общения, поиска. Клиенты для соцсетей. Программа Shazam для поиска понравившейся мелодии. Услышали, можете найти. Еще бы я отметил вот такую программу. Это настройка клавиатуры. С помощью нее можно отстроить клавиатуру так, как вам хочется. Например, сейчас вам покажу. Увеличиваем громкость, вибрацию, всплывающий эффект делаем. И теперь воспользуемся клавиатурой. Складывается полное ощущение, что вы печатаете на старой печатной машинке. Так что можете почувствовать себя автором какого-нибудь детектива, либо журналистом из какой-нибудь чикагской газетенки 30-х годов. Естественно, количество приложений вы можете увеличивать с помощью Android Market. Здесь имеется ярлык. Можете покупать или скачивать бесплатно, устанавливать на свой телефон. Конечно же, приложение можно вытаскивать на рабочие столы. И стоит отметить, что встроенной памяти в аппарате 2 ГБ. Доступно вам из них всего лишь 1 ГБ. Но не расстраивайтесь, потому что в комплекте идет карточка microSD объемом 4 ГБ, а аппарат поддерживает карточки объемом до 32 ГБ. Для удобства настройки рабочих столов те ярлыки, которые на них уже вынесены, отмечены значком «Домик». Отдельно стоит упомянуть про камеры в этом аппарате. Их здесь две. Фронтальная, разрешением 0,3 Мп и основная, со вспышкой 5 Мп. Также она способна снимать видео HD-качество. Рассмотрим внешний вид аппарата. Вся передняя панель глянцевая, выполнена из стекла. Внизу дисплея расположены сенсорные кнопки, которые подсвечиваются во время использования. Это стандартные кнопки вызова контекстного меню, кнопка «Домой», кнопка «Наш шаг назад» и кнопка «Поиск». Сверху расположены камеры, динамик и датчик освещенности. Сбоку кнопка регулировки громкости. Сверху кнопка включения и блокировки дисплея и разъем для наушников 3,5 Мп. Сзади камера, вспышка, динамик и вот эмблема Huawei и маркировка камеры, которые наклеены. Потрогайте, они выпирали. Снизу находится USB-разъем. Также вот здесь есть такая крышка, которая снимается. Здесь мы видим слот для карточки microSD и для сим-карты. Корпус выполнен из металла и он неразборный. Снимается только вот эта крышка, которую я показывал. Комплектация. В нее входит инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, полезные советы. Совет здесь полезный один, как правильно вставить сим-карту и карточку microSD. В принципе, больше советов никаких. USB-кабель, наушники и сетевое зарядное устройство, в которое, собственно, вставляется USB-кабель. Сегодня мы рассмотрели смартфон от компании Huawei, который обладает отличными характеристиками, мощный, отзывчивый. И помимо этого в нем стоит 3D-ускоритель, который позволит вам играть в самые лучшие 3D-игры. С вами была лаборатория YON. Смотрите наши новые обзоры на канале YON Television. И вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. До новых встреч!